Всем привет! Долгожданные новости Турции. Как вы заметили, я достала известную новость о том, что нас тотально закрывают на локдаун. Такой, как был год назад. То есть нельзя выходить из дома. То я, как видите, долго не снимала об этом. Мы ждали каких-то пояснений. Дня 3-4 назад нам об этом объявили. И что я сейчас вам расскажу? Интересно. То есть о самих планах вы, наверное, понимаете, правилах сейчас. Об этом очень много в интернете сказано. Очень много информации. Я вам расскажу, как на самом деле жила Турция. Стабул, в частности, как люди к этому локдауну готовились. Потому что в своих новостях о Турции я рассказываю о эмоциях, переживаниях и жизни самих людей здесь. Их отношениям к каким-либо информационным событиям в стране, которые происходят. Так что давайте приступим. Немного о самих правилах. Что нас ожидает в этот локдаун? Якобы пока что до 17 мая все закрыто у нас и мы в том числе. То есть это остаток Рамадана, праздник Байрам, который будет, чтобы люди меньше передвигались, заражали друг друга и так далее. Но почему я говорю как бы якобы? Потому что ничего не известно. Это все будет зависеть от статистики, если она изменится. Вообще ситуация по короне сейчас по заражению просто аховая. Помните недели две назад, когда мы уже даже меньше, я снимала видео о новостях в Турции и говорила, ой, здесь максимальное количество сейчас вообще никогда такого не было. По 250 человек в день умирают от короны, а сейчас 350 уже. Помните, как в Испании, в Италии тогда-то это все было. Год назад мы за голову хватались, потом в Америке. Вот сейчас здесь то же самое в Турции происходит. Почему, скажем так, причины понятные, нас закрыли? Немножко о правилах. У нас работают продуктовые магазины с 10 до 5 вечера. В воскресенье вообще ничего не работает. Также работают в больнице, ветеринарные клиники, кабинеты и любые докторские профессии. То есть аптеки, все-все-все с этим связано. В этим проблем нет. Что у нас закрыты? Торговые центры, магазины одежды, магазины какие-то, я не знаю, ну там, кухонные утвари, там, все для дома и тому подобное. Не знаю, Икея, вот такого рода Леруа Мерлен. Но здесь его Леруа нет, это для местных это кочтаж, магазин то же самое. В общем, строительные материалы какие-то, все это закрыто. Людям нельзя выходить из дома, пешивая своей доступности до магазина, купить продукты. Ехать на машине за продуктами уже считается незаконным. Нельзя за это штраф. Естественно, прикрыли оставшиеся очных классы 8-12 класс. Садики все закрыли частные и государственные, естественно. Также типа до 17-го. Там посмотрим, откроют дальше или нет. У меня особо надежды, честно говоря, и нет. Может быть и не откроют. Я к этому тоже морально к худшему уже готовлюсь, чтобы потом лишний раз не перенапрягаться. По поводу еще, что у нас сейчас вот сегодня первый день этого локдауна тотального. И я как поняла, что все две недели будут закрыты алкогольные магазины или алкогольные отделы в магазинах, что нельзя будет приобрести алкоголь все эти до 17-го мая, две с лишним недели. А сейчас о том, кто как работает. Мой муж, например, продолжает работу. Он входит, его компания в сферу тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность, экономику страны. Очень многие работают. То есть это медицина, естественно, само собой, продуктовое питание, магазины, люди, которые их обеспечивают, производят продукты, доставляют, карго, почта, банки. Затем никто вот так вот на удаленку у своих сотрудников. Штат не сокращал, и такого распоряжения не было. Они все в полной мере ходят на работу, как и было до 5-6 вечера у них рабочий деграфик. Потому что всем уже нельзя, то есть как бы, ну, тотально тоже выходить из дома. У них, что еще, это всякие фабрики, заводы, стройки. Все это осталось. Люди ходят на работу. По сути, дома сидят всякие бюджетники, мамочки, малой занятости люди. Кто еще? Парикмахеры, естественно. Все, что с салона красоты, рестораны. Вот это все сотрудники сервиса, какое-то обслуживание, магазины, питание, одежда. Вот с этим, что связано. Очень усиленно будет работать теперь в Стамбуле контроль полицейский. Много проверять будут ходить, штрафы выписывать. Правила не распространяются на туристах. Вы также можете прилетать в страну. Но у вас должен быть хэйс-код и разрешение, там, билеты, ваши, паспорт. Можно еще брать отдельно разрешение в стране на переезд из другой провинции в другую, в другой город. Но у иностранцев даже я уже слышала, что не спрашивают. Чисто паспорт, хэйс-код, свои документы, полет, то, что у тебя. То есть, у тебя, если нет вида на жительство, сидеть на время до трех месяцев, как-то реально туристских вопросов к тебе нет. Ты можешь ходить, передвигаться везде, где хочешь, делать что хочешь. Ну, просто вокруг все закрытое. Сам думай, чем ты хочешь заниматься, да, если у тебя есть какое-то занятие. Если вы в Анталии, там, в Кемерии, где-то в Мармарисе на пляж вы идете, туристы, вы можете купаться. Берете с собой ксерокопию, там, паспорта, либо паспорт, там, свой ваучер, отель и так далее. Просто полиция ходит по пляжу, проверяет документы. Местным нельзя, штраф туристам можно. Этим, очень многие люди здесь возмущены, что вот он на разделение, все для туристов, для своих, как бы, ничего. Если на этот момент до закрытия у вас была бронь, например, у местных, не у вас туристов, а у местных своих бронь, вы планировали отдых, бронь все там возвращается, передвигаться, это не повод, в общем. Но кто может передвигаться по стране, по городам, выздоравливающие, болеющие, если ты оказался в другой провинции перед локдауном, но тебе нужно вернуться домой. Все это берется в онлайне на сайте, или в ГЕЧе просто вы идете и получаете в госучреждении разрешение себе в электронном виде, и впечатано можно его распечатать. По сути, по уважительной такой причине, очереди большие были, чтобы эти разрешения получать, онлайн тоже можно, компании делали, у меня муж сделал все такое разрешение, что он входит в этот список, адвокаты тоже, кстати, могут работать, передвигаться и так далее. То есть, если ваша работа связана жизнедеятельностью, экономикой в стране, с функционированием, разные многие-многие сферы, вы туда попадаете. То есть дома можете не сидеть, работать так на удаленку, либо просто не закрывая, чтобы не было экономического коллапса. Просто уменьшили количество людей, вообще закрыли, да, которые бы были в свободном прогулочном доступе на улице. Я, как всегда говорю, страдают дети и пенсионеры, вот и все. И кто их, скажем так, обслуживает, это мамы, няни, родственники ближайшие, кто за этими категорией граждан смотрит. Автобусы, транспорт, общественно, 50% меньше ходят, но ходят. Вас не могут встречать, если вы турист, ваши турецкие родственники, друзья, знакомые. Но они могут взять, попытаться, например, вот это разрешение. Если его дадут, пожалуйста, человек может вас ехать в аэропорт встречать. Многие едут на свой страх, а рис там остановят, не остановят. Но на постах, в езде-выезде в город, аэропорты, там есть, стоят, конечно, полицейские посты, которые у всех проверяют этот документ разрешения на передвижение. Вы, как турист, берете такси, либо есть автобус шаттл. Например, вот Истамбул, аэропорт новый в город, шаттл автобус уходит. Вы, пожалуйста, пользуйтесь. Не может быть, немножко изменилось расписание на сайте аэропорта, например. Там это будет все отображено. То есть для туристов проблем никаких нет. Что еще хочу отметить, что люди, про людей, да, давайте сейчас сделаем такой упор. Нам дали, слава богу, три дня вот такой информационный зазор, когда мы могли решить свои проблемы, подготовиться к вот этому локдауну на две недели. О боже! Все ломанули женщины красить волосы, делать ногти, маникюры, ресницы и все прочее, чтобы не остаться вот в этом двухнедельном, понимаете, да, когда у тебя там все отрощие страшное, как год назад это все было. В общем, все ломанули срочно по парикмахерским, что все это будет закрыто салоном красоты. У нас в Истамбул пришло тепло наконец-то. У нас плюс там 15-20 устоявшихся на солнце. Можно ходить в футболки. Джинсы. Холодный ветер еще весенний, осенний такой, знаете, всегда будет. Ну, в общем, если нет ветра, то очень даже тепло. Сносно. Самое время погулять, но нет. И родители все сразу ломанулись за одежды. То, что онлайн заказывать, я понимаю, еще в Байрам у нас здесь скидки начались к празднику, представляете, на все 50% те закрывают. Просто в магазинах было не протолкнуться. Люди ломанулись ухаживать за собой. Потом люди побежали дальше в магазины скупать одежду. В смысле сланцы, там, босоножки, футболки, юбки, платья, понимаете, такое, чтобы в жару можно было выйти на улицу, потому что закроют. Хотя, казалось бы, онлайн-магазины все это можно онлайн купить. Но нет. Некоторые ломанулись на шопинг не онлайн, а в магазин. Ну, их выбор. Я, в принципе, тоже покупала. Но я по надобности просто у меня в магазине есть возле дома. Зашла, купила там набор, там, знаете, чисто шорты, футболка, сандалии, какие-то новые на размер больше носки ребенку. Да, вот такое, чтобы было на это время. Просто я-то думаю, что... Ну, все, знаете, почему ломанулись, скорее всего? Потому что все понимают, что двумя неделями здесь не отделаешься. Ситуация хуже, чем была раньше, не улучшается. И нас же тогда постоянно кормили. Вот потом, вот через две недели, вот через месяц мы просидели три месяца на локдауне таком тотальном. И, соответственно, люди просто боятся, что это продлится, поэтому начали закупаться. Но вот, опять скажу, онлайн-шоппинг никто не отменял. Магазины пошли на уступки. То есть ты можешь обменять свою одежду, которая пришла тебе онлайн в течение месяца после того, как закончится локдаун еще. То есть плюсом у тебя времени на обмен в режиме офлайн в магазине будет навалом еще месяц сверху, когда вся эта история закончится. В общем, проблем, казалось бы, нет. Но люди сами создают себе проблемы. Тут же ломанулись в магазины за продуктами. Мука, сахар, какие-то вот эти запасы. Но вот это, честно скажу, маразм уже. Это паника. И это ненормально, потому что магазины, блин, с 10 до 5 работают. Рестораны на вынос с собой на доставку, они продолжают так всегда работать. Курьерские службы есть. Ты не можешь прийти в магазин, ой, в ресторан, пардон, заказать себе еду и посидеть, покушать. Ты можешь забрать пакет, тебя могут домой доставить. То есть вообще без проблем в этом плане. Но люди, как вот год назад туалетную бумагу, гречку скупали, вот такая же у нас мини-такой вариант, опять же повторился. Ну, многие стояли у виска, вот так крутили. Другие бежали, скупали это все в магазинах. У нас же, знаете, как бы негласное такое правило всегда действовало. Он же себе тут маска ходит. И в магазинах стоят вот эти, знаете, запрещенные ленты есть. То есть если в магазин маленький, по квадратным метрам, там, смотри, по площади, набивается определенное количество человек. Если оно превышает это количество человек в магазине клиентов, то магазин закрывают на вход. То есть пока кто-то не выйдет, новых клиентов не запускается. Если ты хочешь, то и что дверь ждешь. Это очень во многих бутиках происходит. Они это соблюдают, что у них штрафы очень большие. И штрафы это идут, чем больше бизнес крупнее компаний, тем больше штраф будет. Чем меньше спокойнее магазин, попроще какой-то подешевле, там штраф будет меньше. Вот, в общем, бутики это всегда, в принципе, и соблюдали. Вы могли видеть, если там где-то в центре были, не знаю, в торговых центрах, я имею в виду до локдауна, в магазинах брендовых типа там Prado, Givenchy, Louis Vuitton и так далее. Там, в принципе, всегда были очереди, потому что в магазин запускают по 3-5 человек, хотя там площади огромные. Ну, понимаете, в общем, клиентский сервис, в общем, такой у нас. И вот в эти дни, когда все ломанулись купать одежду, все магазины уже к концу к вчерашнему дню, как последний день у нас был до закрытия, 29 число, и все так побежали, что магазины закрыли, вот эти поставили. Кто даже, ну, короче, вот это правило соблюдения количества человек на квадратный метр мало кто соблюдает, честно скажу, но в последний день уже соблюдали все. Потому что тупо на кассах продавцы не успевали пробивать, скажем так, клиентов покупки. Скопилась очередь, потому что тупо они устали, они не могли обслуживать такое количество клиентов, представляете? Они просто перестали уже их запускать, чтобы в магазинах, вот вы знаете, видите, на Черную Пятницу в Америке, когда люди бегут скупать. Не так массово, но очень похожая населенность в магазинах была так же. Я, чтобы купить, вот то, что я сказала, я купила ребенку какую-то летнюю одежду себе, какие-то продукты, просто обычные питания ежедневные. Я ходила в магазин к открытию в 10 утра, тогда еще мало народу, ну, такое, знаете, как обычный день. В 11 кто-то там поспал, встал уже, все, в 11 можно в магазин было не заходить, а вечером перед 5, перед закрытием, в 3, в 4, в 5 можно вообще в магазин не заходить, там даже пустые полки были. Сметали все, даже овощи, быстрое портищее, всякое-всякое-всякое, разное продуктовое. В общем, довольно-таки шок у меня это был, думаю, люди, вы уже год в этом живете, не научились до сих пор, что все, работать будет сервис, но, как говорится, кол на голове чеши, люди никакой реакции не дают, ничему не учатся. Но мне, с другой стороны, их тоже понятно, их поведение, мне их отчасти жалко. Ну, в общем, каждый сам выбирает свое поведение. Все равно, у меня, знаете, мой образ жизни не меняется с этим локдауном, я продолжаю снимать видео для вас, мне это, в принципе, комфортно и удобно, я все равно дома нахожусь. Моя работа дома, у меня идут консультации психологические, они в онлайн-варианте, и, честно скажу, моя жизнь только изменилась тем, что рядом со мной теперь постоянно ребенок, он не в садике. И все, муж тут на работе также, поэтому, честно скажу, я там очень рада, таким обстоятельствам могло быть гораздо что-то хуже, и у меня есть чем заняться. И, скажем так, я не особо страдаю от этого, да, не очень удобно, что тогда закрыто, ты не можешь реализовать какие-то там свои потребности, но онлайн-шоппинг, покупки, онлайн-сервисы какие-то, да, что тебе нужно сделать, никто не отменял. Пишите ваши новости, как у вас в стране, где вы живете, что происходит, я сейчас слышала, начинают потихоньку, слава богу, эту тему поднимать, что в России тоже идет третья волна, начинается, потому что она начинается, это очень плохо, но хотя бы об этом начали говорить, предупреждать людей, реально, ребят, будьте готовы. Как вы думаете, надо ли снять видео по постковидному синдрому, как люди из ковида выходят, какие психологические, психические расстройства и проблемы существуют, как это вообще тяжело после него, скажем так, выжить и вернуться в норму. Это же тоже огромные вопросы, которые мало где затрагиваются, а моя семья, вот моя мама в частности, мы все с этим столкнулись, мои знакомые, которые переболели, в общем, думаю, надо об этом нам поговорить. Напишите в комментариях, нужно ли снять подобное видео. В общем, спасибо, я буду признательна, что вы посмотрели до конца это видео, поставили лайк ему или поделились где-то в соцсетях и репостнули. Записывайтесь ко мне на психологические консультации, будем общаться, скрашивать наше время в локдауне. Спасибо за внимание, всем пока.